Итак, вот это наша команда, с которой мы будем подводить сегодня итоги. Минувшую пятницу страна подвела официальные итоги года президентства Виктора Януковича. Сегодня мы попытаемся это сделать по-другому, так как мы это видим. Итак, сегодня журналисты, писатели, художники и музыканты будут подводить альтернативные итоги года Виктора Януковича. Я и мои коллеги. И вот эта команда покажем вам, как мы видим страну. Мы начинаем наш первый эфир. Добрый день. Мы начинаем наш эфир, и он проходит только в интернете. Это особая наша черта, отличительная. И я хочу в первую очередь рассказать о сайтах, которые нас будут транслировать. Они любезно согласились сделать это даром. Это в первую очередь сайт Смотр.нет, на котором расположен основной наш плеер. Это сайт Правда.com.ua, сайт Украинской Правды, сайт газеты Коммерсант, Коммерсант.ua, сайт Обозреватель.ua, Ньюз.ру.ua, газета Левый берег ЛБ.ua, Корреспондент.нет и сайт Телекритики. Помимо этого, вы можете найти нашу группу на Фейсбуке, которая называется «Год первый», и нашу группу в Твиттере, если она существует. Если нет, можете ее создать и писать нам туда свои сообщения. Ну, собственно, что? Ты уже сказал, что ты думаешь. Да, я не сказал ничего, что ты думаешь. Давайте сначала опишем сценарий, что будет происходить. Все гости, которые будут к нам приходить, они будут сначала рассказывать свои впечатления об этом году. Вот что они видели в стране и что для них самое важное. Я предлагаю, пока мы вот здесь сидим, вот мы вчера вечером собирались и обсуждали, что мы будем вообще делать. Я предлагаю, давайте вот как мы считаем, что для нас, для нас шестерых самое важное. То, что мы будем пытаться донести до наших зрителей. Вот для каждого из нас. Я предлагаю начать с Александра Чаленко. А ты, кстати, представился? Меня зовут Мустафан Айем. Каждый гость будет представляться. Меня зовут Александр Чаленко, интернет-издание-обозреватель. Ты знаешь, я, в принципе, вот настроился, Мустафан, на импровизацию. Так и импровизирую. На импровизацию. Вот когда придет гость, да, я вот просто хочу посмотреть его глаза, вот, вспомнить, кто он такой, взять его за руку, да, и, значит, спросить, чтобы он откровенно высказался, что для него значит вот его жизнь, да? Виктор Федорович Янукович. Саша, для ТЭП. Скажи, одразу же, для ТЭП. Вы знаете, вот, я, в принципе, рад, что в 2010 году страна выбрала Януковича. Почему? Дело не в самом Януковиче. Я просто, ну, не любил, не люблю оранжевого. Вот честно признаюсь, не люблю. И для меня, вот, 2004 год было мое личное поражение. 2010 год стал и моим, в том числе, триумфом. Но я недоволен Виктором Федоровичем Януковичем. Если бы была возможность какой-то альтернативной фигуры, я бы голосовал бы за нее. Но, к сожалению, ее нет. Вот Юго-Восток, к сожалению, не производит. Не производит, да, не производит. А кто будет после Януковича, кстати? Вот смотри, ну, вот сидит он там сколько лет, 12, а потом кто будет после него? Ну, потом снова Янукович, второй срок. Нет, это третий. А на третий уже, может быть, кто-нибудь подрастет. Ну, например, вот кого-то. Давайте впечатление о Голе, а потом мы будем... Не знаю. Для меня вот этот вот год, в принципе, вот по большому счету не запомнился ничем. То есть я себя чувствую абсолютно свободным журналистом. Я не чувствую, вот в отличие от вас, да, вот, что никаких там политических репрессий нет. Вы еще ничего не говорили. А, вы не говорили? Ну, я знаю, что вы... Ты говоришь долго. Я знаю, что вы скажете, я знаю. Это надо... Я ничего не чувствую, да. Вот. Единственное, что мне нравится в этом году, это вот реформа табачника. Я очень рад, что наконец-то вот где-то началась наша реконкиста. Наша реконкиста. В табачнике. Да, в табачнике, не внутри табачнике. Саня, тебя понесло. Давай дадим слово солидному изданию. Солидному изданию. Вот, кстати, это интересант. Мне живут Валерий Калныш. Посмотрите, это лицо. Это солидное лицо. Первое, о чем я хочу сказать, я, как и Челенко, голосовал за Янукович. Это стоит признать, и мне, по-честному, не стыдно за этот выбор. Но я разочарован. Нам здесь делать нечего. Но я искренне разочарован. Президентом, потому что те надежды, которые я возлагал на него, прежде всего, я думал о том, что он будет достаточно, не то что управляемый, во всяком случае, вменяемый. Его будут окружать более-менее разумные люди, которые смогут присоветовать, посоветовать ему, как управлять государством. Этого не произошло. И именно поэтому я разочарован. Что касается личных каких-то вещей, то за этот год мне в голову пришло три идеи о трех книгах. Две сразу же умерли, потому что это зависело бы от Виктора Андреевича Ющенко. О нем тоже, я так понимаю, еще поговорим. Но третий персонаж – это Янукович. И, в общем-то, идея книги, она жива. А что такое? Приключенческий роман? Понимаешь, начало начинается, в общем-то, с покушения Тана Януковича. А я думаю, что на Силу Галиченко участвует? Я пока думаю, оно закончится сразу же, удачно, в самом начале книги. Нет, 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 нет. Там будет фигурировать Гаванский мост, вот, но это пока так, идея, идея. То есть я прохаживаюсь по тому мосту, по которому он едет с Абалони, я так прохаживаюсь периодически. Вот я вчера, когда мы встречались, я уже возвращался домой на такси и ехал, я специально смотрел точки, где, собственно говоря, может стоять снайпер, художественный. Поэтому так. Так там же, кстати, Лазаренко взорвали. Давайте по очереди ты расскажешь все про Лазаренко и всех своих товарищей. Так, меня зовут Наталья Соколенко, телеканал «Из тебе в окна новини». Я голосовала против Януковича, втім, як і против Тимошенко. И я не могу сказать, что я разочарована, я деякими речами шакована, но я бачу так в целом, если поглянуть так с точки зрения истории как науки, або суспільство знамства на ті процеси, что происходят в Украине за час президентства Януковича, то это очень полезный процесс. Ну, например, возникла реинкарнація журналістской революции, народився рукстоп-цензурю, журналісти знову показали свои зубы, бо были, на правду, за 5 лет трошки расслаблены. Меня защищали, кстати. Большое вам спасибо. Так, в том числе. Это тот, который не чувствовал никаких репрессий. Все было у него хорошо. Продолжение. Ну, я бачу багато, в том числе, позитива. Хоча загальне враження – це культурний шок, який я відчувала протягом усього року, коли Янукович говорив про жінок, які будуть роздягатися, коли він там не міг вимовити гасло «Євро-2012», до якого ми всієї країни готуємося. Ну, тобто, постійно таке враження, що не може людина стільки разів заложатися. Може. Наталія, я прошу прощения, ну, подожди. Вот есть просто вот такое враження. Женщины раздеваются. Это имеется в виду, что сбрасывают одежу на весну. Это нормально, а че проблема? Саша, а давай для чоловіки раздягатися. А почему такое низкое поклонство перед Западом? Саша, при чём он у Запад? Почему такое низкое поклонство перед Западом? Саша, давай, а дружина твоя, дружина твоя буде роздягатися? Ну, будь, да, сніметь шубу, да. Туплес, шорти. Ну, шорти, да, а что такое в этом роде? Нормально. У тебя тоже красиво ноги, мне очень нравится. Так, рога сбрасывайся. Извините, поочині. Серёжа. Ну, я хочу сказати, що... Сергій Лещенко, українська правда. Украинська правда. Лещенко, Сергій. Я вважаю, що Янукович – це дуже корисний для України президент. Ну, з точки зору того, що всі повинні з ним пожити і зрозуміти, що більше такого не треба – це по-перше. А по-друге, буде корисно все-таки розчаруватися ще й Східній Україні для того, щоб зрозуміти, що голосувати треба не завжди за своїх земляків. А за кого? За кого голосувати? Да, за кого голосувати. За тягні Бога, за Юрю Тимошину. Ну, нехай буде від вас, наприклад, там, інший кандидат. Ті гібко, наприклад, від Східної України. А ти отдаш йому голос? За ті гібко? Да. Ну, я думаю, просто це буде більш цікаве таке змагання. Ну, по-моему, серёжно, це що? Аму? Зараз, прошу. Ну, тобто, ти віриш, от, подожди, тут вірил в Ющенка, да? Ну, вірил, вірил, Серёжа, в 2004 році ти вірил в Ющенка, і в 2003 році вірил в Ющенка. Все, 5 років прошло, да? Ти розчарован. Ну, подожди, ви в цьому плані одинакові, да? Ти розчарован вірювач? Так, ти мене захищаєш, Мусора, так що ти хотів, Саша, золотого? Не, ну, подожди, одну секунду, так що ти… В чому твоя питання? Моє питання, чому ми постійно ставимо… Вот ми привыкли, да, верити в те, що придет какой-то добрий дядя, царь, бог, герой, і він щось змінює. От, подожди, ми робимо, як мені кажуть, добре своє діло. Там, Наташа, Мустафа, ти, Сакен і прочее. От ми повинні продовжати своє діло, і пусть що буде. Я з тобою згоден. Ну, согласись, яка не була б власть, Серёжа? Ти ж писати від цього там, ну, хуже, лучше не будеш. Ти будеш, ну, якась інша логіка твоєго журналістського поведення, а не той, хто буде в кресле. Согласись, Наталія? Це стосується дуже небагатіх професій в нашій країні. Журналіст так може самореалізуватися. А пенсіонер, вони ж напряму заложить від Януковича? Відти на Гречку і так далі. Загласен, прошу. Тут вже полноценний розговор получилась така. Дискусія. Вот я очень коротко расскажу своє впечатление. Меня зовут Сакена Ямурзаев. Я журналист «Эхо Москвы», корреспондент в Києве. Работаю здесь уже три года. І параллельно работаю с моим наставником і учителем Евгением Киселевым на канале «Интер», его редактором. Так вот, я очень коротко скажу про своє ощущение. Это то, что мой друг один, который со мной работает на «Эхе Москвы», там в Москве, мы с ним периодически разговариваем во время моих приїздів из Києва, і він мені говорив, все эти три года, два предыдущих года, що він хоче купити квартиру в Києве или во Львові як місце, куди він буде валити із країни, коли кровавий режим Путина захватит Россію окончательно. Так вот, в цьому году він вперві мені сказав, що Україна із списка країн, в які він уїхав, я була ісключена, тому що дуже багато похожих вещей. І для мене, як людина живущего на дві країни фактично, це саме головне впечатлення, якщо говорити об об'общественно-политичній жизни, що Україна стала приобретати якісь такі зачаточні, такі младенческі черти російського режиму. Але, як мені кажеться, я взагалі в Китай, там все дуже добре, там все дуже добре, даже лучше, чем в России. Тебе страшно стало? Мені не страшно. Я предлагаю позвати нашого першого гостя, який вже прийшов. Ще тут момент такой, я скажу то, що для мене, саме головне в цьому году. Моє мнение, що саме головне в цьому году, то, що я почувствував, і у середі моїх друзів, і в моєму кругу, і там, даже близьких родственників, саме головне, що появилось, це ощущення сильного государства. Це треба признати. Давайте себе признаємо. Сильна власть, сильне государство, единий центр прийняти решений, це що хороше. Але при цьому, параллельно з цьим, появилось ощущение страха. В країні появилось ощущение страха. Страха перед государством, страха перед законом, страха перед органами і страха, в принципі, як нечто, що вже вжилося в країну. І це більше всего касається не журналистів, це більше всего касається бізнесу, того сектора, який реально влияє на политику, т.е. ресурсы. Також, це найбільше страшне для мене, що в цьому году, я розумію, очевидно, що більшість бізнесменів, вони бояться государства, вони бояться власть, вони бояться налогових органів, вони бояться передела собственності. Для мене це найбільше впечатління у цього міста. Але при цьому, я був в Минскі, і все помняті в Минскі, що по цьому місті, у нас пока рані. Ренат Ахметов, я думаю, що Ренат Ахметов прекрасно розуміює, в яких он в словах живет і розуміює, я думаю, що він, як і все, строїть противовес цій системі, по-другому, як строїл при Януковичі, приюченка. Давайте отвлечемся немножко Ренат Ахметова, ми отдельно о нем поговоримо, я розумію, ваше высокі отношення, ми позовемо сейчас нашого першого гостя, журналиста, кстати, тож твоєго друга, Ренат Ахметова. А кто это? Евгений Хельзон, журналист, блогер і вообще путешественник. Расскажи немножко об цьому. Вообще уникальний человек, я вместе, когда я работав в редакції газеты «Сегодня», мы с ним проработали почти 5 лет вместе, мы очень любили этого человека, необычного человека, мы его всегда называли, в шутку повторяю, жидобуддистом. Вот он интересный чем человек, он сам еврей, но буддист. Он сейчас уйдет, он не дойдет до нас, понимаешь? Он дойдет к нам, все нормально. Да, это мы так называли. А он не слышит. Он не слышит. Он не слышит. Вообще уникальный человек, он хорошо пишет, он хорошо говорит по-английски, он путешественник.